хочу записать второй эфир тоже кстати немножко волнующий но не так как первый раз и сегодня у меня была одна тема одна из моих любимых это ложь и обман но и вчера пока читал анализировал эту тему интересную проводил кое-какие интересные параллели понял что классно было бы добавить в эту тему и лицемерия буквально перед вот этим эфирм я хотел вам просто ложь и обман прочитать появилась лицемерия ну хорошо разберем тогда две темы с вашего позволения я начну вот лицемерия быть лицемерным значит быть двуличным действовать притворно там за тища действовать притворно принимать на себя личину не соответствующую внутреннему состоянию человек лицемерный говорит или выставляет на показ одно а думает или делает другое от общения с такими людьми часто болит голова это происходит потому что люди общаясь друг с другом воспринимают информацию по крайней мере на двух уровнях сознательном и подсознательным сознание происходит одна информация подсознание воспринимает совершенно другую информацию я думаю тоже подобное чувствовали когда с кем-то общаешься и внутри какой-то неприязнь есть человеку будь то там сосед друг рабочий конечно с другом неприятно такое ощущается давайте возьмем просто сосед и какой-то коллега вот и вы с ним общаетесь вроде все нормально такие улыбочки и у всех все хорошо внутри какое-то такое гадкое чувство как будто но несоответствие происходит вроде с одной стороны улыбка вроде как бы должно быть хорошо то есть улыбка это такой знак типа все хорошо классно внутри такая какая-то гадость что-то ну не то вот а это потому что человек пытается совместить вещи несовместимые в результате вы чувствуете головную боль или плохое настроение вот головная боль кстати бывает когда я хожу к нашему целителю очень хорошему я думаю много его знает танечка танечка привет вот но не только при общении с лицемерными людьми болит голова но и сами лицемеры страдают от подобных вещей ведь быть двуличным означает раздвоение личности со всеми вытекающими последствиями вот но улице мере есть тоже хорошая сторона так как все она сбалансирована не бывает чего-то плохого и также не бывает чего-то только хорошего она все как круг как имьян дополняет то есть и нянь это круглый такой знак то есть в каждом зле есть добро и в каждом добре есть зло то есть баланс вот способ поведения лицемерие ну и лезь к этому тоже относится позитивное намерение получение для себя чего-либо человек лицемерно пытается получить для себя какую-то выгоду представляя себя окружающим в одном свете будучи внутри совершенно другим это вот как я сейчас примеру интересуюсь криптовалюты и ее продажи хотя если честно к ней вообще никакого отношения не имею вот ну и интересно все таки как бы хайп что-то современная криптовалюта деньги вот заходишь в эту среду читаешь вроде да все понятно все интересно внутри какое-то такое гадкое чувство с помощью лицемерия можно получить материальную выгоду то есть глубоко как продать bitcoin там знаешь ну я там два года займусь криптовалютой продам bitcoin мне на всю жизнь хватит ну надо два года повыть не собой типа того у вас помощью лицемерия можно получить материальную выгоду втереться в доверие или получить внимание но способ этот имеет вредные побочные последствия то есть как улицы мире если позитивная сторона как я сказал это получение для себя чего-либо но также у него есть и негативная сторона вредная побочные последствия за собой несет лицемерие для здоровья и для личной жизни лицемеру постоянно приходится притворяться обманывать окружающих какими-то внешними действиями он не может быть самим собой но рано или поздно тем если чувство которое человек скрывает начинает проявляться в окружающем мире внешние отражает внутренние то есть все что на расстоянии в центре кип происходит но происходит в первую очередь внутри нас причина лицемерия в недоверии к самому к себе и к окружающему миру кстати недоверие отсюда да тоже вытекает человек лицемерно не верит в то что он может получить что-либо в своей жизни будучи при этом искренним и открытым тоже кстати интересно доверие искренность открытость относность как-то даже дико да звучит но это интересно научитесь принимать и любить себя таким какой вы есть на самом деле это совет лицемерам рекомендация дня для лицемеров уважайте свою индивидуальность будьте искренны в проявлении своих чувств и желаний стремитесь показать людям свое истинное лицо как говорится будьте проще и к вам потянутся люди но я бы даже добавил не то что будьте проще и к вам потянутся люди хотят здесь тоже есть истина я добавил будь собой и к тебе добавить потянутся свои люди то есть понятно кому-то ты не понравишься у меня тоже когда-то лет 14 назад вот такой комплекс когда работал на работе в офисе думал всем надо понравиться этом менеджерам по продажам работал сайты продавал продвижение сайтов и думал что ну вот и всем понравлюсь ну тогда я заживу ну на самом деле мой план сработал я заработал не врос на этой точке и перестал эту игру но мне понадобилось еще появление моей жены в моем поле нужных людей и понятие того что тот кто я есть вот так тот кто я сейчас вам вещаю вот этого и достаточно то есть мне не нужно как-то сейчас какие-то спойлеры здесь вставляют что-то писать чтобы больше людей посмотрела чтобы я больше большему количеству людей понравился и ведь я уверен я трезво смотрю на все эти вещи которые читаю что некоторым людям это не интересно просто кто-то не дошел до этого ну я сказать о себе скажу я дошел уже до этого что мне уже в моей жизни интересуют такие темы как честность искренность открытость когда человек на своем месте занимается своим делом ему не надо притворяться не надо лицемерить не надо что-то из себя выстраивает такое космическое интересное чтобы прям абсолютно всем понравится быть просто там мега мега популярным то есть ну по крайней мере я от этого получаю только психозы и неврозы никакого прибыли плюсов я с этого не имею поэтому эти темы меня заинтересовали и чуть-чуть отвлекся в общем это было будь будь собой и к тебе потянутся твои люди то есть надо себя окружать своими людьми все с лицемерием закончили можно снимать новое лицо шутка вот следующая тема это ложь и об тоже как бы в тему подъехала эта тема потому что со мной недавно произошло подобное думаю в процессе она как-то сама открывается не хочу кусками рассказывать информацию вот так что поехали ложь и обман вторая тема лгать и обманывать значит вводить кого-либо в заблуждение уверять в дни были говорить неправду то есть противной истине обман и лицемерия стоят всегда рядом то есть я читал про лицемерие сейчас про обман и они взаимосвязаны что говорит это приложение что обман и лицемерия стоит всегда рядом так как их цели одинаковые то есть способ поведения ложь обман у у этого способа тоже есть позитивное качество что человек получает от того что он говорит неправду обманывает то есть я думаю все смотрели доктора хаоса или что-то в этом роде психология который говорит что все люди врут если люди чем-то занимаются значит им это выгодно то есть неправда что кто-то там страдает от алкоголизма от лжи от курения сигарет от наркотиков от токсического общества кто-то говорит вот я страдаю а ты ему говоришь там смени свое окружение но это же невозможно то есть мы все взрослые люди и давайте вот это время по чесноку с вами поговорим что все люди от своих моделей поведения получают бонусы абсолютно все даже те которые я вам до этого пересказал то есть алкоголики наркоманы патологические вруны жертвы тираны спасатели все получают бонус со своей модели поведения человек который лжет и обманывает он получает с этого тоже бонус а именно получать для себя что-либо материальное для своего личного благополучия душевного спокойствия получает сохранение отношений с кем-либо то есть мы вы слышали ложь во спасение такую фразу последствия лжи известны это недоверие окружающих кто сегодня обманет тому завтра не поверит часто родители говорят своим детям неправду а потом удивляются почему их дети им не доверяют вот а нужно всего лишь сказать правду но на детском языке вот эта история из книги как-то 7 летний сын моего знакомого спросил у своего дедушки дедушка ты занимался с бабушкой сексом дедушка покраснел и ответил нет не занимался а я видел по телевизору как одна женщина с мужчиной занимались сексом сказал внук давай я тебя этому научу и при этом он показал дедушке все подробности вот ложь всегда была пагубной хотя существует мнение что есть так называемая святая ложь то есть ложь во имя добра ну как ложь во спасение но скорее всего это страх допустим сказать человеку правду человек поймет какой-то на самом деле и ну и подумает ты не хотелось бы с тобой дела иметь ты просто знаю что могут с тобой так поступить отвергнуть срабатывает страх одиночества и человек начинает придумывать лгать создать такую ситуацию которая якобы всех должна удовлетворить и такая красивая но лицемерие тоже рядышком стоит вот но давайте разберемся так ли это например у больного раковая опухоль а врач родственники скрывают от него это не хотят пугать его то есть например раковую опухоль можно любое представить заболевание любой ситуации то есть это такая гиперболизированная ситуация там рак чтобы в голове такое образовало что что-то страшное вокруг там друзья врачи скрывают это человека вот врач родственники скрывают от него это не хотят пугать его но тем самым они отнимают у него знание истины а вместе с ней и тот единственный шанс на спасение которое всегда есть у больного у человека всегда есть шанс на спасение и на исцеление дело просто в том что пользуешься ты им или нет то что знаешь сейчас все уже знают все умные все мы окружили умных я такой же вот в большинстве стран мира больным сообщают о смертельно опасных диагнозах это правильно так как человек должен знать о том какую болезнь он себе заработал то есть мы же не жертвы нам не в наказание болезнь далее мы сами его заработали то есть когда же есть цитата вот передо мной книга лежит за карима нарбекова тоже нравится он сказал что если у вас язва болезнь значит и характер у вас соответствующий то есть болезнь дается по по характеру человек сам зарабатывается в болезнь получает все равно просто так не сваливается вот тогда у человека когда ему рассказали что сказали правду что у него есть рак у него есть возможность заглянуть внутрь себя и что-то изменить перед лицом смерти нужно сказать человеку правду и при этом пожелать успеха ложный гуманизм всегда был вреден в некоторых ситуациях люди вынуждены скрывать правду долгие годы это вот как некоторые семейные пары живут или допустим бизнес-партнеры и при этом испытывают угрызение совести вследствие этого люди начинают злоупотреблять такими средствами которые их как бы выводят бонус плюс алкоголь наркотики еда долгий сон там походы психологу вот таких случаях их подсознательный разум в конце концов создает такую ситуацию когда скрытое становится явным то есть ну невозможно врать всю жизнь проверено на личном опыте вот елена это эта история кстати елена познакомилась сергеем их отношения благоприятно развивались через некоторое время они решили пожениться для сергея было важно чтобы его будущая жена была девственна елена знала об этом но к великому своему сожалению девственность она давно потеряла и тогда она решилась на обман елена сделала операцию по восстановить по восстановлению девственной плеваю по непонятным для неё самой причинам 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 квитанцию об оплате за операцию она сохранила то есть не выкину они не утилизировала вещдокиPro сохранила по непонятным причинам Молодые люди прожили вместе 5 лет. У них родилась девочка. Однажды муж искал свои документы и случайно обнаружил в столе эту квитанцию. И с этого момента семейная жизнь Елены превратилась в ад. Она до сих пор задает себе вопрос, ну для чего я сохранила эту квитанцию? Часто люди не понимают, что скрывать ничего не нужно. Необходимо просто освободиться от чувства вины. И тогда ложь станет правой. Ну это действительно то, что люди боятся сказать правду, потому что боятся кого-то обидеть, принести какую-то боль и испытать за это вину. То есть допустим человек курит, пьет, ему это нравится, а родственникам не нравится. Поэтому он обманывает, чтобы продолжать свою вот эту привычку интересную письмо. И с одной стороны рассказывает, что да, он бы сам хотел здесь бросить, но все так тяжело, работы нет, пудинг, война, пятое-десятое. Ну что-то надо придумать, чтобы заниматься подобным делом. Потому что боится обидеть любимых, сказать, что ему это нравится. Чувство вины заставляет собрать. К автору на лечение иногда приходят родители с приемными детьми. Они спрашивают меня о том, чувствует ли ребенок, что родители его не родные. В таком случае я всегда спрашиваю, а любят ли они по-настоящему этого ребенка. Испытывают ли родительские чувства. Особое чувство принадлежности. Если да, то нечего бояться и переживать. Приемный ребенок чутко реагирует на любые, даже незначительные сомнения своих родителей. Думаю, все дети так реагируют. Если есть сомнения и чувство вины, будут последствия. Если родители спокойны, ребенок тоже спокоен. В таком случае нет никакого обмана. Если человек берет на себя ответственность быть родителем для ребенка, то между ним и ребенком устанавливается энергетический мост. То есть на энергетическом уровне они единое целое. И не важно, как родители получили ребенка. Истина здесь в том, что это по-настоящему их ребенок. Ведь главное родство не физическое, а духовное. Это как мы сегодня утром гуляли с собакой. У нас ангел такой большой, под 30 килограммов кабанчик. Я его люблю барсук называть. И там такая маленькая девочка, Агнеса. Девочка, ну килограмм 10, наверное. А он уже так выбегался, выметлся. Уже часа по три гулял, так ушел домой. Так уже сил нет. И тот он увидел ее. Сначала не понял, понюхали. И они начали играть. У него как второе дыхание, третье, четвертое открылось. И он начал бегать, как вот только вышел из дома. И мы, нам увлекательно смотреть, как такая большая собака, вот такая большая, играет вот с такой маленькой. И он поддается, он на нее нападает, ложится, позволяет, чтобы она на него нападала. И владелец этой собаки маленькой тоже такой, как это, как они так вот играют. Вот, то есть, ну сегодня была сказана фраза, что не физическое как-то на это влияет, а что-то внутреннее. То есть, ведь главное родство не физическое, а духовное. Вот. Совет. Начинайте говорить только правду. Кстати, было бы вообще обалденно, наверное, провести... Сепунду. Это вкусная вода. Вот, было бы классно, наверное, провести марафон 21 день правды. Интересно, насколько жизнь изменится. Лично человека, который будет это приверять, и его окружение. Если интересно, поставьте там плюсик и напишите слово «правда». Вот. Начинайте говорить только правду. Это очень приятно и легко. Тем более, что не существует лжи. Все есть правда. И наоборот, все есть ложь. Как это понять? Да, очень просто. Вспомним историю. Во времена Аристотеля солнце вращалось вокруг Земли. То есть, была такая теория. Земля была плоской. И вообще, весь мир был плоский. И стоял на трех черепахах. Те, кто говорил обратно, того просто сжигали на кострах. Но наступила эпоха Возрождения. И с новыми открытиями появился новый взгляд на мир. Поцарилась Ньютоново-картезианская модель строения Вселенной. В ее основе лежит закон тяготения. И причина следственной связи. Благодаря этой модели успешно стали развиваться всевозможные науки. Химия, физика, механика, биология. Новые открытия шли лавинообразно. На основе этой модели Бор создал свою модель строения атома. И вот не так давно физики решили, что атом, да и вообще весь мир устроен по-другому. Так что же получается? Выходит, что модель строения атома Бора ложна. Но и после этого не исчезли все те достижения науки, которые были сделаны благодаря старым моделям. Так что же считать истинно, а что считать ложью? Думаю, что существует только одна истина. Сама реальность. Само происходящее вокруг нас. Ее невозможно описать никакими словами. Невозможно видеть. Это можно только прочувствовать душой, подсознанием. А все открытия науки, все теории строения мира – это только очередной этап на пути познания истины. На пути к Богу. Поэтому я верю любой теории, любой модели, но также знаю, что она уже по сути своей ложна, так как не отражает сути самой истины. Я просто решаю для себя, какая модель и в чем может быть полезна. Получается, что в этом мире нет ни истины, ни лжи, а есть просто ступени в познании истины. Есть еще один интересный момент. Если вы пользуетесь новой моделью сознания и берете на себя ответственность, то вас невозможно обмануть. То есть, если вы пользуетесь новой моделью сознания, принимайте, что жизнь такой, как она есть, что нет ни лжи, ни обмана. Есть просто входящая информация. А мы сами интерпретируем для себя ее ответ. То есть, вас не получится обмануть. Вы все это прочувствуете. И согласно новой модели в подсознании хранится информация обо всем. О любом событии, которое было, есть и будет. Такова природа сознания. То есть, сознание вечно. Я даже когда медитирую, я прекрасно чувствую вот это вечное присутствие сознания. Как такой глаз рисуют в Индии, как говорят, это от глазу. Но это показывает на то, что сознание вечно, и оно присутствует. То есть, здесь оно еще написано, что оно было, есть и будет. То есть, все наши модели поведения уже, как говорится, где-то законспектированы. Такова природа сознания. Поэтому вам не нужно беспокоиться о том, правдивая информация или ложная. В любом случае, она будет полезна для вас. Я также обнаружил, что постепенно, по мере обладения новой моделью, появляется способность читать мысли людей, узнавать их сокровенные желания. А когда появляется это знание, то вопросы истины или лжи вообще перестают существовать. Ну, а если в вашей жизни встречаются ложь и обман, то только потому, что вы верите в их существование. Вот. Как бы я на сегодня прочитал. Это было лицемерие и была ложь и обман. Я хотел рассказать историю про ложь и обман. Постараюсь ее короче сказать, потому что история, она такая эмоциональная, она меня цепляет, она мне очень нравится. Вот. Я долгое время боялся сказать, как-то стеснялся, что я работал курьером, там, периодически работаю курьером, но спасибо моей жене. Она сказала, что я не курьер, я Володя. А курьер – это просто работа, то есть это не мое качество личности, это работа, к которой я в данный момент работаю. Вот. И довольно неплохо я работал курьером, зарабатывал деньги. И пока в какой-то момент я не понял, что их можно больше зарабатывать. Но в моей голове всегда такие вопросы возникают, как я могу больше заработать, как я могу облегчить себе труд. Иногда он положительный гуни, там, в гуни благочестия. Это вот в Индии есть гуны невежества, страсти и благочестия. А в благочестии рождается... Ну, вот часто за благочестием я иду спрашивать у жены, потому что часто в моей голове еще возникают гуны страсти и невежества, наверное. Вот. Как бы неприятно было это говорить, но я договорю. И, в общем, я понял, как можно зарабатывать деньги в доставке меньшими силами на большие суммы. Это так называемая накрутка. То есть, к примеру, заказ платится курьеру 30-40 гривен за работу. Это на то время было доллар, полтора доллара. Ну, а я знал, как... Догадался, узнал и применил успешно в деле. Благодаря чему 12 раз был забанен и внесен в черный список компаний по доставке. Да, смешно, но было не смешно, когда просыпаешься, твой аккаунт забанен. Вот. Понял, как из 30-40 гривен зарабатывать 200 гривен. То есть, в 6-7 раз больше. Ну, то есть, тратим меньше времени и зарабатываем больше. То есть, как бы, модель имеет положительное намерение. То есть, я хотел зарабатывать больше, обеспечивать семью, завершить ремонт, платить все вот эти свои дела, счета, еду, отучиться. Вот. Но в чем парадокс? Когда таким образом зарабатываешь деньги, вот, допустим, год назад, я каждую неделю зарабатывал, ну, грубо говоря, по тысяче долларов за неделю. Ну, вот, так смотришь, и как-то пришли деньги, и ушли. То есть, как-то, вот, в любом случае, не получится, по-моему, обхитрить. Это мироздание, это сознание. Хотя так иногда, как вызов, бросается. Все-таки 12 аккаунтов было сблокировано, 12 раз пробовал. И каждый раз все быстрее и быстрее. Вот. Поэтому, вот, ложь и обман в чем заключаются? То, что вот сейчас во время войны, военных действий, пришлось зарабатывать деньги таким форматом. Вот. А я привык накручивать, подкручивать, хитрить, выкручивать. Вот. И взял аккаунт у друга семьи. А там, чтобы работать, нужен ФОП. Вот. ФОП – это физично особо предприемец. То есть, это как индивидуальный предприниматель. Человек, который платит налоги и работает. То есть, самозанятая личность. Ну, и вот я крутил, крутил. Ну, и, как мне кажется, я докрутился. То есть, уже не мои аккаунты заблокированы, а еще друга моей семьи. То есть, ну, грустно, но как бы попал на 100 долларов. Ну, хотелось бы научиться с этого, вот, понять, что это не выход. Ну, как-то такая программа еще лжи присутствует. Вот такая история, немножко, наверное, неприятная, но она правдива. Я ее сказал без каких-то намерений, чтобы меня погладили по головке. Сказали, ну, бывает. Просто решил поделиться с вами, что ложь, она в любом случае, недолгосрочный проект. Это раз. Во-вторых, по-моему, мы все-таки себя обманываем, когда мы лжем, или пытаемся кого-то обманывать. И когда это всплывает, потом становится весьма неприятно переручать себе, потом этим людям, которые рядом с тобой, кого ты обманывал. Ну, и не надо бояться, допустим, ну, не нравится тебе эта доставка, вот, как вот я бы себе сказал, ну, найди себе что-то интересное, что ты там нашел, там, хитрую лазейку, как из 30-200 сделать. И сидишь там, жук такой, кушаешь. Ну, нет, проще же накрутить. То есть, вот, как-то так вот. Лицемерие, ложь и обман. Спасибо вам большое за то, кто я есть, благодаря себя, за те качества, которые я приобрел благодаря этим моделям. Вот, поэтому очень заинтересовало такое качество, как честность, порядочность, искренность и быть собой. Потому что, когда мы будем собой, все вокруг будет соответствовать, ну, нашему миру. Вокруг будут наши люди, вокруг будет все, что откликается с тобой. И не придется там лицемерить, хитрить, выкручиваться. То есть, все-таки, да, вот этот марафон честности на 21 день. А почему 21? Потому что у человека привычка вырабатывается после 21 дня. Думаю, это экстремально. Хотя для кого-то, я думаю, это в порядке. Для меня, скорее всего, это экстремально. Для меня вот проще, да, прыгнуть с парашюта, как я говорил в первом видео, там, не знаю, там, в горячую избу войти, то не остановить ни с какого-чего. Прямой эфир записать или быть честным, правдивым, искренним. Но, видите, все сейчас, все меняется. И до меня тоже потихонечку это доходит. Поэтому подумаем еще над этим. Если кого заинтересовало марафон про честность, напишите плюсик и слово «честность». В следующий раз я обязательно раскрою еще одну тему относительно качеств. Плюс мне тут попалась книжка интересная, Закарима Нарбекова «Миллион решений для жизни». То есть человек миллионер не потому, что у него миллион долларов, а потому, что у него есть миллион решений для каждой ситуации. Ну и в будущем у меня тоже желание такое рассказать вам про психоделическую терапию, про то, как эти можно лечить людей, не только ловить приходы, ха-ха, хи-хи, или какие-то вот эти детско-юношеские восприятия этой терапии, а именно лечить людей. Так что в дальнейшем я это тоже раскрою. Спасибо, что сегодня были со мной, выслушали меня. Тем, кто слушал в записи, тоже привет. Так что пишите. Тема честности для меня сейчас как никогда актуальна, потому что старые модели, походу, уже не работают. Либо работают, но приходится очень сильно напрягаться. А хотелось бы быть собой и быть собой. Вот этого, наверное, и хочется в настоящий момент. Спасибо вам огромное. Мне понравилось. До встречи.